Всем привет, друзья! В этом ролике будем обозревать мой портфель и у меня родилась новая идея так как мы все с вами собственно стремимся к какой-то независимости в плане денежной, финансовой стабильности и для этого нужно по идее опять вернуться к торговле, несмотря на то что я прогорел с одной акцией, но это всего лишь одна ошибка и моя авантюра, потому что я сам зарез в акцию крупным депозитом одним а не разделил это на 7 частей ну это урок и урок получен, но все же так как все нестабильно и нужно зарабатывать деньги зарабатывать деньги акциями мне очень нравится сейчас я прописал себе новую формулу, по которой я собственно при выходе из кризиса буду следовать и действовать, ну и с вами делюсь ими может быть кому-то станет интересно или полезно возможно кто-то даст совет если что пишите в комментарии подписывайтесь на канал итак я хочу собственно начать с малого это как я говорил торговать 7 депозитов 7 акциями одновременно не знаю еще пока русские это будут акции они у меня сейчас есть собственно в портфеле либо это будут американские все зависит от курса доллара и собственно обмен даже еще 10900 рублей просто на бракерском счету итак давайте продолжим на счет торговли и 7 депозитов я выделил получается неделю 10 тысяч рублей на пополнение своего бракерского счета то есть не больше именно 10 тысяч остальное буду тратить на оставшееся оборудование до своей студии итак первое получается первый пункт который я себе выделял это торговля естественно 7 акциями на каждую акцию я выделю по 1000 рублей по 1000 рублей и так 7 акций итого это бюджет торговой депозит 7000 рублей из него можно получать доходы в день 100 рублей всего лишь ну до 100 рублей но если в лучшем случае там 130 при каком-то скачке это если используют только дивидендные хорошие акции то есть не авантюрные какие-то русские такие как Газпром но Газпром даже он дороже стоит не знаю как Татнефть, Роснефть, ЛСР какие еще Татнефть, ЛСР ну все акции в общем до 1000 рублей чтобы за одну а с одной можно иметь там 10-20 рублей 30 ну такие небольшие суммы но и вот с 7 получится это при хороших раскладах промежуток собственно если покупать на конце дня а продавать на начале дня когда идут пики или наоборот когда закупать по утрам все зависит от рынка утром и продавать на вечернее ну то есть продавать где-то в полтора процента то есть в полтора процента ты получил сразу продаешь вот я недавно кстати продал вот можно использовать Татнефть но лучше Татнефть привилегия она дешевая но и как бы более надежная также они дивиденды там процентов 9 то есть в случае падения это при том что не продавать в минус ну Роснефть вот можно использовать ну что-то я сейчас шумиха с Роснефть непонятно я бы не особо охватил какие-то деньги ну и как там пакетам вам на Роснефть нужно много акций купить на 3000 так ну вот эти я даже не рассматриваю на МТП и на какого-то все в долгу это такое короче авантюрки бессмысленные абсолютно даже можно МТС вот в принципе ну в основном вот московскую биржу московскую биржу можно потом допустим Татнефть московская биржа ЛСР вот уже три акции да вот скажи я сразу себе запишу ЛСР Татнефть привилегия да моск биржа тоже недавно продался на ЛСР потом из русского сегмента не особо-то разгуляться но на край можно даже детский мир сейчас рынок посевший детский мир но это все еще потреб но это все еще потреб но это все еще потреб я считаю это шарпотрепом не знаю никак не котирую эту акцию просто бред бред силы кобыл но у каждого свое как бы личное мнение в принципе вы можете покупать что угодно это просто ну как бы то что я показываю то что делаю я а вы уже там свои как бы движения естественно я не такой уж хороший пример как вы сами знаете но просто решил поделиться может кому-то будет полезно совет ну хоть коннект какой-то мне весело прикольно ну так начнем надо найти ЛСР поиск нашелся я в общем продал его с небольшим плюсом там 0.66 но я вовремя слез потому что он пошел вниз вот здесь я продал вчера на 630 он пошел вниз аж до 600 600 600 600 рублей сейчас сейчас можно было перезакупиться но так как сейчас такая это непонятная ситуация с этим коронавирусом я не 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 вкидываю в акции потому что не до этого ребят не до этого серьезно потому что такая ситуация постоянно пополняет брокерский счет хотя бы на десятку тоже и ну как бы тебе и не прижимают в карте а тут я вот из-за коронавируса понял что нужно себе подушку безопасности на черный день хотя бы там сто тысяч не знаю сто пятьдесят сто пятьдесят тысяч да на черный день максимально стараться потому что страна чудес ну так давайте вернемся что я хочу донести я хочу донести если вы видите какой-то плюс не надо ждать чтобы он был но это моя фишка как я уже понял и она нормальная потому что сколько раз я там ждал больше там с тем же Сбером потом как упал ну много раз так было чуть ли даже не с Чезапиком по-моему так было и суть в том что вот я продал вовремя да купил его купил его 521 521 20 и продал я его на 624 на 624 на 624 на 630 я продал на 630 я продал его и то есть срубил немножко деньжат потом он резко упал у меня был там плюс ну чуть ли меньше процентов но он резко упал и в общем я успел если б я ждал сейчас бы селел минус а и непонятно на неделю бы точно залез в минусы вот так вот как бы лучше синица в руках чем журавль в небе на моем примере можно проанализировать как бы журавль в небе это когда я закинул 8000 долларов в чизапик и как бы не зависли в воздухе уже на 3 месяца непонятно вообще что будет но скорее всего это даже не хочу об этом говорить что было то прошло вот и так давай серта нефть мост биржа сейчас падение наблюдаем золото падение доллара но все стабилизируется на самом деле весь рынок идет в рост весь рынок ну русский он не айс как отрастает но все равно есть какое-то движение там уже падение того же сбера небольшое посмотрите у меня в портфеле вот падение 1277 там три дня назад было 17 процентов 17 процентов он яндекс 10.56 сейчас у меня на очереди конечно киви идет на продажу 9 процентов вот я не знаю сколько когда эти 9 процентов уже отрастут я его продам ну и получится вот как раз начальный этот капитал не знаю 7000 ну вторая степень моего развития это и доходности ну смотрите 7000 я могу делать в месяц 3000 рублей вот 3000 рублей в месяц это получается 22 дня торговли 22 дня без торговли минус вторая цель сразу это в каждую акцию по 5000 акции любую выбираете только дивидендную чтобы иной более-менее надежную естественно по цене надо смотреть потому что бюджеты небольшие продавать на проценте одном там полтора неважно вот скачет есть вверх продается не надо ждать до поселения ну конечно нужно смотреть что с рынком ну до поселения ждать нет смысла до 5 наверное процентов все по ситуации тут сугубо изучая графику и так лучше не пережидать лишний раз и так вторая вторая моя получается цель это 35000 бюджета на торговый депозит все получается заново когда-то я дорос до 8000 долларов до 8300 что ли я дорос в долларах сейчас я в 7000 рублей в торговый депозит понимаете ну все это как заново научиться ходить но выбора нет и так с 35000 получается каждую акцию мы закидываем по 5000 рублей в каждую для торговли на дневнике то есть то есть в день я могу делать с этого уже где-то в районе 1000 рублей ну до 1000 скажем так до 1000 рублей в месяц это 22 дня рабочих биржевых можно делать уже 22000 рублей это как бы средняя зарплата региона с депозита 35000 но это надо конечно при случае по фортуны и очень стабильной системы системы ни вправо ни влево то что отрос продал отрос продал перезашел но опять же может такое возникну что некуда будет перезаходить все равно покупать я буду покупать эту же акцию там даже на х я не может либо ждать на дневнике следующий день покупать в следующий день ну скорее всего да купил вот так вот делать купил получается продал если бюджет этого остался и ты понимаешь что входить сейчас нет смысла непонятная ситуация на рыбке то входить завтра уже когда у тебя следующий день следующая твоя торговая цель это твой плюс итак бюджет 35000 с этого может быть 22000 в месяц это если стабильно торговать каждый день сидеть следить о рынках 7 депозитов все безопасно все акции депозитные если что он попадет вниз то вы получите те же дивиденды короче не прогорите в принципе абсолютно никак так это значит вторая цель ну скорее всего она у меня уже по бюджету я хотел вынуть на камеру сейчас я понимаю что нет смысла вынимать на камеру потому что камера мне не приносит особо денег не понятно что будет страннее я лучше снимать буду на эту камеру также вести блог потому что блог очень хорошо на эту тематику растет я думаю уже определиться а там по по десятке по ну сколько у меня будет бюджет там откладывать на камеру ну и то что у меня значки а это то что на брокерском оставим в принципе ну оставим вот эти акции не буду вынимать тут как раз наверное 35 что-то и есть ну давайте сейчас посчитаем сбер это я вот на объектив а на камеру на одну часть 14000 16000 окей 16500 16500 сбер а вот уже 11500 700 11700 это яндекс 16 11 тоже 27 600 28 28000 раз 28000 29000 он продал у меня было много акций 29000 плюс 1900 плюс ну 30 пятерки не хватает пятерку я закинулся на внимание и будут торговать вот уже со второй со второй ступень скорее всего это русскими акциями мы смотрим и спросили доллар но третья цель третья цель я за расписался до пяти целей потому что буду от этого отталкиваться ну сейчас вот на второй ступень в принципе ну пока нигде все это от этого коронавируса зависит третья цель это по по десятке на каждую акцию 7 депозитов общий торговый бюджет 70000 рублей не такой большой доход с этого можно иметь в день 2000 рублей если нормально торговать но до двух до двух вот так быть реалистом в принципе все это анализировать на акции напоминать только депозитные не надо вкидывать как я вкинул в чизы пик просадка на 82,91% ну просто крах и так четвертая цель четвертая цель это уже бюджет это уже бюджет 210 тысяч рублей по 30000 на каждую акцию с этого можно иметь в день дохода спокойно трешку 3000 рублей в принципе 3000 рублей это каждую по 30000 7 депозитов в месяц доходность смотрите на третьей ступени можно иметь в месяц доходность 44000 это за 22 дня это если делать все 2000 в день естественно когда меньше когда больше ну где-то может в среднем на 40 на 35 уже будет нормально средний зарплат можете получать ну я вот планирую и также с этим бюджетом я просто буду только по технику мне там осталось на самом деле это 150 нужно все про все ну 160 160 на все и уже что угодно можно сделать собственно любой контент любой продакшен и так же вы выездные какие-то крутые съемки но делать это очень неуровнево так четвертый депозит это получается 66 тысяч и получается по 7 7 акций по 30 тысяч в каждую 6 получается доходность 66 тысяч и 5 депозит ну это вот самый предельный будет предельный и то что мне в принципе хватит и то с чем я как бы самое важное могу справиться потому что не каждый человек может справиться с большими бюджетами по 7 бюджетами 8 тысяч долларов я не справился и влетел а с такой суммой это как бы незначительная плюс она еще раз скинут по всем этим акциям и это лайт и можно спокойно справиться и как бы в моем уровне скинуть так сказать это вот 350 ну то есть 350 бывало в день я там закидывал по 500 в 500 тысяч в одном до 530 тысяч в одном а тут на все 350 я думаю это предельно и доходность доходность ну пока это самое важное что я хочу достигнуть доходность этого можно иметь 5000 как раз у меня выйдет все в плюс я выйду абсолютно в плюс и так же мне пульс вырастет так же и подписчики на канале естественно то есть уже пойдет такая такой рост рост контента он будет очень интересный значимый и так получается в каждую акцию уже скидывать по 50 по 50 тысяч в итоге это уже 350 доходность этого в день можно иметь пятерку 5000 рублей за месяц но это при хороших раскладах до пяти вот так вот считаем до пяти опять ну в среднем там может и меньше когда как это же рынок так условно мы подговариваем собственно с вами все акции упоминают дивиденды доходность за месяц сто сто десять идеально как по мне так можно жить припевающе как бы и торговать плюс ты не особо рискуешь с огромными цифрами и ты можешь двигаться делать то что хочешь короче ты вот финансово независимость и так же себя на черный день на дивиденную какую-то историю обязательно конечно нужно помимо этого всего откладывать на дивидендную стоимость вы всегда должны разбирать свой портфель на три части это валюта обязательно валюта доллары доллары кризис то золото доллары золото акции хорошие дивиденды крупные хорошие компании депозит капитал ну и можете рисковать ну и сможете рисковать не стоит только для опыта хотите пощекотать но лучше от этого отказаться итак валюта валюта доллар золото акции вот три части ну а еще вот на черный день депозит капитал это очень относится к фондовому рынку ну и так же вы можете заниматься итак если вам данное видео понравилось я донес свою мысль идею вы считаете что она правильная хотите просто испекнуть лайком пожалуйста удачи на рынке сейчас на очереди у нас продажа пока киви ждем ждем думаю все стабилизируется и начнем торговать уже наконец то с второй тем со второго пункта 35000 я еще докидываю и торгую себе на прибыль на 22 в месяц это идеальный на самом деле бонус все пойдет в нормальном росте это будет отличная после кризиса такая ситуация кстати лайки подписывайтесь на канал пока 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 и и Продолжение следует...